здравствуйте сегодня мы поговорим о одном совете молодому писателю из интернета который я вычитал вообще я думаю что и в телеграме например я целую рубрику вел по этому поводу потому что все эти советы от мэтров начинающим они естественно неоднозначны они опираются на опыт конкретного человека и они конечно совершенно не универсальны и вот я попробую быть неким таким гидом в этом во всем расшифровывать эти попробую расшифровать этот ребус который вам дают не знаю сколько насколько меня хватит по несколько видео я на запишу по этому поводу вот например такой есть совет на я нас в дзене я прочитал не позволяйте жанровым или вкусовым рамкам ограничивать вас мы привыкли к противостоянию популярной или жанровой художественной литературе и элитарной литературы но датский писатель питер хек имеет свое нетривиальное мнение на этот счет это ошибка разделять искусственно популярная изящная высокоумная высококачественная на деле на это нет никаких оснований это просто способ дистанцироваться от людей с нетипичными литературными вкусами а тех кто не похож на остальных этот способ оградиться от реальности в одном из ее проявлений поэтому мне нравится играть жанрами и действительностью соединяет триллер и любовную историю немного рекламы пройдите по ссылке в описании там выйдите на наш сайт интернационального союза писателей там новостная лента там много конкурсов там много возможностей выдвинуться там даже вы можете подать документы и попробовать вступить в интернациональный союз писателей стать частью одной большой семьи я вам советую это сделать если вас примут значит все будет хорошо мы будем вместе а теперь о вот этом совете но то есть тут говорится о том что ребята не надо разделять на большую литературу на жанровую литературе вообще по жанрам не надо разделять все можно на свете делайте как хотите она в общем то для меня для опытного автора это все понятно я часто так делаю на свой страх и риск когда я понимаю что вот или у меня есть издатель либо я есть свое издательство и у меня есть инструмент продвижения книги но неофит прочитав это скажет а плевать еще такой вот там например гриценко учит меня как жанры разделять вообще как бы самая дофигня сейчас я чем-то наляпаю меня купит и вас конечно не купит учу я вас разделять жанры потому что прежде всего вы конечно должны научиться у вас должна быть школа вы должны вообще понимать чем одно отличается другого и уже когда вы будете смешивать краски если вы до этого дойдетесь и вам это вообще будет нужно вы будете это делать осознанно обычно человек который как бы совершенно как бы ни в чем не разбирается он пытается прийти он приходит к издателю говорить это вот где-то между вот этим и красным белым и голубым желтым оранжевым и еще круг и еще круглым и еще ракетой вот и а издатель на него свод ты думает а куда я это вообще прилеплю понимаете в чем дело современные издательства работают таким образом есть серии серии их жесткие жанровые требования и если вы как вы гениальную книгу не написали не попадаете в определенную серию вам вежливо говорят вы не формат это вам надо учитывать если вы конечно идете путем например который я тоже предлагаю выплевали на все эти классические издательства как уже давно на западе это сделано раскручиваете себя самостоятельно или с помощью моих инструментов то есть через социальные сети через за деньги грубо говоря вы себе раскручиваете вы можете себе позволить все что угодно но опять же в рамках разумного потому что часто непрофессионализм выдает себя за оригинальность или дурак себя выдает часто с оригинала вот у меня например есть поэтому проекта ренессанс где там опытные редакторы известные писатели такие такие как роман сенчин борис долинга полина корицкая так далее они сидят и оценивают рукописи именно с позиции не коммерческой не серийный а с позиции вообще качество литературы и даже помогают иногда доделывать докручивать дописывать как это вот фильмах значит там литературные агенты работают с писателем то есть он принес сырую рукопись на выходе получилось что-то стоящее бестселлер примерно ну я надеюсь что так будет вот это тоже очень важно но опять же если мы говорим об этом совете то все прекрасно но это совет для опытного автора который умеет и понимает вообще что такое жанр и и который идет на осознанный риск играет этими жанрами и так далее если вы ничего не понимаете то я вас умоляю освоите жанры освоитесь в одном жанре отделите вообще научитесь отделять мелодраму от фантастики он фэнтези просто от фэнтези и так далее вы должны это знать дураком сейчас нашего время быть нельзя то есть писать набу не зная ничего не зная ни формата не с вами просто не будут разговаривать то есть в итоге вы придете вас вам зададут два вопроса вы на эти два вопроса не ответите и на этом ваше отношение с издателем закончится прежде чем вы пришли к издателю вам надо пройти большую школу вам надо быть подготовленным человек вот сейчас я запущу еще там маленькие интенсивы для таких как вы то есть наша задача вообще профессию писателя поднять на другой уровень из вот этого маргинального состояния в которые его погрузили за эти 30 лет и не только маргинального но и состояние дилетантизма причем дилетанты у нас даже профессионалы то есть профессионал часто даже успешно он не может ничего объяснить он считает что это что-то такое а на самом деле все уже давно разложены по полочкам вот наша задача до закончить как будто этот процесс и чтобы уже не приходили такие люди которые говорили что им там бог что-то в ухо шепчет а чтобы они понимали что вот есть инструментарий талант дело другое ну не будем говорить о таланте я как-то уже о нем рассказывал есть видео об этом чем отличается мастеровитель от таланта сейчас мы говорим конкретно об этом вопрос об этом совете совет хороший но не для начинающих подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы ничего не пропустить до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok